Вы все со мной, друзья? Вы все со мной, друзья? Не со мной, а с Господом? Вы с Господом, друзья мои? Вам это понятно? Я поделюсь сейчас с вами. Поскольку воскресный закон близко, то и сглаживание грехов близко. И что приходит с небес в своё время? Освежение, поздний дождь. Но может кто-нибудь получить поздний дождь? Беспокаяние сначала и обращение? Нет. Какое наставление сейчас мы должны слышать? О покаянии и обращении. Послушайте меня, взрослые, молодые люди. Просто знание не спасёт никого из нас. Просто знать, что воскресный закон близко, и сглаживание грехов близко. Вы можете знать это, но ваше имя может быть изглажено. Вы можете слышать, что поздний дождь, освежение приближается. Но это может пройти мимо вас. И вы не получите освежение. Поздний дождь. Нам нужен первый дождь. Что это? Покаяние и обращение. Это ранний дождь. Прежде чем я перейду к этому, идём в Псалон 108. Что мы открываем? Посмотрите на стих 12. Запишите стихи с 12 по 15. Библия показывает нам тех, кто будут изглажены. Молодые люди, я не хочу пугать вас, но это истина. Если вы не отдадите свои сердца Богу, так как Бог любит вас и отдал всё за вас, свою жизнь, к сожалению, он скажет вам, отойдите от меня. И может быть вероятность того, что ваши родители присоединятся к вам в этом. Пожалуйста, молодые люди, взрослые, родители, послушайте это. Здесь сказано. Я не буду читать всю цитату, но она говорит нам, что во время периода воскресного закона придёт освежение. Нет, всё-таки я прочитаю её. Здесь сказано. Наступление какого времени? Времени скорби, упомянутая здесь, не относится ко времени начала излития язв, но относится к короткому периоду, который будет предшествовать их излитию, когда Христос ещё будет в освятилище. Одно предложение говорит нам о событии. Какое событие приносит язвы? Начертание зверя, воскресный закон. Где Христос? Он ещё в освятилище. Испытательный срок ещё не окончился. Послушайте, что сестра Уайт говорит, будет в этот короткий период времени. Она говорит, слушайте внимательно, голубым шрифтом, в это время, в какое время, когда воскресный закон будет принят, воскресный закон будет принят, и перед тем, как Иисус восстанет, и начнутся изливаться язвы, прямо в этот промежуток времени будет освежение. Всё, что говорит сестра Уайт, находится в Библии. Доказали ли мы с вами, что освежение – это поздний дождь? В это время произойдёт излитие позднего дождя или освежение от лица Господа, чтобы дать что? Силу. Чему? Громкому голосу третьего ангела. О, мне нравится эта мысль. И приготовить родителей детей, святых, устоять во время излития семи последних язв. Скажите мне, не боитесь ли вы приближающегося к кризису и начертания зверя? Убедитесь, что вы получили освежение. Если это не ободряет вас, то с вами что-то не так. Это надежда, друзья мои. Какое различие совершает дождь? Просто получить дождь. Раннее произведение, страница 85. Абзац 3, страница 71. Здесь сказано. Я видела, что многие братья пренебрегают, что друзья пренебрегают столь необходимым приготовлением и ожидают времени освежения и позднего дождя, которое якобы приготовит их к тому, чтобы устоять в день Господень и жить перед его лицом. О, я видела, как много людей в период воскресного закона во время скорби остались без убежища. что это за убежище? это не зонтик, потому что нам нужен дождь. что это за убежище? характер Иисуса Христа. Я вспоминаю то время, когда у меня не было зонтика и шел дождь. Что я делал? Я натягивала на голову свою одежду. Аминь, друзья. Аминь. Что это за одежда? Праведность Иисуса Христа. Хорошо. Далее читаем. Следите внимательно. Они пренебрегли необходимым приготовлением и поэтому не могли получить освежение, которое должны иметь сколько? Все, кто будет жить перед лицом Святого Бога. когда Иисус скажет «Совершилось». Хотите ли вы быть готовыми, друзья? Где находится текст, который упоминает и сровоет? Это Осия, глава 6. Идем туда со мной, друзья мои. Кстати, Псалом 108, пометьте себе, стихи с 12 по 15. Вы увидите, чьи имена будут изглажены и кто погибнет. Я не буду это читать. Это звучит очень обескураживающе для тех, кто не покоряется. Идем в Осию, главу 6. Что мы открываем? Осия, глава 6. Какой текст показывает, что нам нужен дождь, чтобы жить перед лицом Божьим? Но разве мы не живем перед лицом Божьим? Разве мы не живем перед лицом Божьим? О чем говорит этот текст? Жить перед лицом Божьим, когда больше нет ходатайственного служения? Если Христос будет ходатайствовать вечно, то не будет второго пришествия. Верите ли вы, что второе пришествие Христа наступит? Что Христос должен сделать тогда до своего возвращения? Завершить ходатайственное служение. Если мы будем найдены держащимися за грех, мы погибнем, друзья мои. Погибнем. 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 Пожалуйста, друзья. Осия, глава 6. Мы не будем терять время, идем к стиху 2. Через 2 дня оживит он нас, третий день он воздвигнет нас, и мы будем жить как? Предачами его. Что говорит стих 3? Просмотрите, друзья, стих 3. Какие два дождя вы видите в стихе 3? Какие два дождя вы видите в стихе 3? Вы видите ранний дождь и какой? Поздний. Что нам нужно, чтобы мы жили предачами его во веки веков? Ранний дождь и поздний дождь. Что есть ранний дождь? Обращение. Поздний дождь мы запечатлены. Покайтесь. И обратитесь. Если кто-нибудь спросит вас, что из покаяния, что бы вы ответили? Что? Вы согласны с этим? Что из покаяния? Вопрос ко всем. Позвольте мне добавить одну деталь. Покаяние – это печаль о грехе. Затем вы хотите оставить грех. Вот что есть покаяние. Печаль о грехе. То есть вы сожалеете, что совершили этот грех, и теперь вы говорите, Господь, Твоей благодатью я выбираю развернуться в правильную сторону на 180 градусов от этого греха. Вам это понятно? Это покаяние. Какой текст говорит, что покаяние – это печаль о грехе? Вы дали мне определение. Печаль? Идем со мной во 2 Коринфянам 7 главу. 2 Коринфянам 7 глава. Друзья мои, вы никогда не будете чувствовать печаль о грехе, пока вы не осознаете, что ваш грех делает Иисусу, а не то, что грех делает вам. Вы должны увидеть, что ваш грех делает Иисусу. Он снова ранит его. И это приведет вас к Божьей печали о грехе. Возлюбленные, наркоман, потевший на героин, он или она колется, и, глядя в зеркало, они ненавидят свое отражение. И тем не менее, они вновь возвращаются к тому же. В чем разница? Это не то, что грех делает вам, но вы должны увидеть, что грех делает Иисусу. И если вы заявляете, что любите Его, потому что Он сначала возлюбил вас и отдал все вам, даже свою жизнь, теперь вы избираете отдать свою жизнь Ему. Второе Коринфянам, глава седьмая, друзья. По небесному прогнозу дождь. Второе Коринфянам, глава седьмая, нашли? Посмотрите на стиль десятый. Библия говорит, «Ибо благочестивая что? Производит покаяние». Еще раз. «Ибо благочестивая пропуск производит покаяние». Что в пропуске? Заполните пропуск. «Ибо благочестивая печаль производит покаяние к спасению, о котором не раскаиваются. Но есть еще одна печаль. Печаль мирская. Производит что? Смерть». И стих одиннадцатый. Послушайте меня, друзья. Послушайте. Когда кто-то опечалится, какое чувство они выражают публично? Грусть. Что еще? Печаль. Вы никогда не испытывали печали? Вы плачете. Вы плачете. Если вы действительно переживаете благочестивую печаль о грехе, что у вас будет так же? Слезы? Плачь, друзья мои. Потому что вы осознаете не то, что грех причиняет вам, а то, что ваш грех причиняет Иисусу. И вы плачете. Вы плачете. Я всегда говорю людям, вы хотите победить грех? Возьмите ваш грех с собой в Гефсиманию. Гефсиманию. В молитве. Не буквально в Гефсиманию, но в вашем месте молитвой. Скажите Богу. Господь, я люблю музыку регги. Скажите ему, я люблю это. И Господь, я знаю с твоего слова, что музыка регги танцевальная музыка от дьявола. Она разлучит меня с тобой навсегда. Она причиняет тебе боль. Когда ты говоришь, прийди ко мне, я удаляюсь от тебя. Любовь причиняет боль. Он чувствует боль. И теперь, Господь, я знаю, что этот грех причиняет тебе. Господь, я борюсь. Я говорил тебе, что остановлюсь, но я возвращался к этому. Господь, я сожалею. Это благочестивая печаль. Господь, если я не изменюсь, я погибну. Помоги мне, Господь. Помоги мне, Господь. И с этого дня, Господь, я выбираю не возвращаться к этому греху. Возьмите его в Гефсиманию. И когда вы увидите, что Христос испытывал в Гефсимании, что выходило через кожу Христа? Кровь. За кого? За меня. За меня, Господь. Этот грех вызвал у тебя кровавые капли пота. Кровавые капли. Мой грех. Вот этот конкретный грех разделил тебя с твоим отцом. О, Господь. Что же делает грех? Он вызвал у тебя такую агонию. Пожалуйста, Господь. И даже идите на Голгофу. Голгофа. О, Голгофа. Том 3, страница 188, показывает истинную ценность вашей души. И именно это обратило Петра. Когда Петр отрёкся от Христа трижды, Библия говорит в Луке, главе 22, Христос и Пётр встретились взглядом, лицом к лицу, со Христом, моим спасителем, лицом к лицу. И Библия говорит, что Пётр вернулся в Гефсиманию. Зачем? Потому что он спал в то время, как ему надо было быть бдительным, водорствовать, увидеть, что грех отречения сделал бы со Христом. Если бы Пётр увидел, что грех отречения делает со Христом кровавый пот, он бы не отрёкся от Христа. Сестра Уайт говорит желание веков. Пётр вспоминал ещё и ещё сцену в зале суда, когда они били Иисуса, плевали на Него. И Пётр почувствовал, что его грех отречения был самым тяжёлым. самым тяжёлым для Иисуса. И там Пётр испытал благочестивую печаль о грехе. Принесите свой грех в Гевсиманию. Вам это понятно, друзья? Принесите этот грех ко Христу и представьте и вспоминайте снова и снова Голгофу. Это неприятная сцена, чтобы когда в следующий раз я буду искушаем, мы будем искушаемой согрешить, зная хорошо, что если вы совершите этот грех снова, куда вы должны вернуться? В Гевсиманию, в молитве, вспоминая, что ваш грех сделал Христу. Я не хочу возвращаться туда. Хотите ли вы возвращаться туда? Поэтому с сегодняшнего дня вы должны сказать Господь не моя воля, а чья Твоя воля да будет. И кто спустился, чтобы укрепить Иисуса? Ангел! Кто укрепит нас, друзья мои? Дождь! Скажите «Да» Христу и «Нет» греху. Это секрет обращения. Не говорите мне, что вы не получили принципов обращения. Идите в свое место молитвы и там наедине с Богом обратитесь к Нему с такими словами «Сотвори во мне сердце чистое Божие и Дух правый обнови внутри меня о Боже!» Просите искренне и серьезно боритесь молитвой с Богом как Иаков. Не покидайте комнаты до тех пор, пока не почувствуете себя сильными в Боге и затем бодрствуйте. Пока вы будете бодрствовать и молиться, вы сможете победить все злые наклонности. Вы сможете. Скажите «Аминь, друзья!» Вы сможете. И благодать Божья сможет и проявится в вас. Вы сможете побеждать. Вы сможете, друзья! Это секрет обращения. Это не просто служение уст, но служение сердца. Можете ли вы просмотреть стих 11 и сказать мне, что говорится в стихе 11, который вам нравится? Я остановлюсь здесь. Какое слово в стихе 11 вам нравится? Какое слово, друзья мои? Какое слово вам нравится в стихе 11? Те, кто имеют благочестивую печаль и грехе, когда вы действительно испытали благочестивую печаль и грехе, как вы реагируете в следующий момент? Как вы живете после этого? Ну же, участвуйте, какое слово, в следующий раз вы позаботитесь. Какой заботливость, заботливость это произвело вас. Да, друзья, это благочестивая печаль. Идем в Захарию главу 12 со мной. Что мы открываем, друзья мои? Я поделюсь с вами, так как мы подходим к завершению нашего изучения. Что я только что сказал? Если мы можем потратить 20 минут времени на разговоры об отступлении северноамериканского дивизиона, и отступившей Генеральной Конференции АСД, тогда почему мы не можем потратить 20 минут, говоря об обращении? Первое не спасет нас, а это спасет нас. Вам это понятно? Мы можем сидеть и смотреть видео о препарате от Мора-19 и какой эффект он производит, а какой нет. Однако мы не можем провести то же время в изучении темы обращения. Разве это правильно? Я только что сказал вам, когда вы будете взирать на Иисуса и увидите, что ваш грех причиняет ему, это вызовет печаль о грехе. Посмотрите на Захарию глав 12, стих 10. Если нашли, скажите Аминь, друзья мои. Что здесь сказано? И залью на дом Давида и на жителей Иерусалима? Что Христос изольет на нас, друзья? Что? Хочет ли Христос излить свой дух на нас? Хочет ли? Да, хочет. Но обратите внимание, кто получит его? Те, кто скорбят, видя, что их грехи делают Христу? Им горько, потому что они сознают, что их грех делается Христом. Друзья, хотите ли вы этот дух? У вас должна быть благочестивая печаль о грехе. И что говорит блаженство? Блаженны скорбящие. Почему? Потому что они будут утешены. Кто назван утешителем в Библии? Святой Божий Дух. Мы сделали круг. Когда мы скорбим, и видя, что наши грехи причиняют Христу, вы получаете утешителя. Кто есть утешитель? Дух Святой. Псалом 50. Пусть Давид скажет вам. Знаете ли вы, я всегда говорю, когда вы просыпаетесь утром, не идите сразу к утреннему стражу, как Маранафа, взгляд ввысь, это день с Богом. Дайте мне ваши утренние стражи. Я жду. Что? Сыновья и дочери Божьей, что еще? Возвызти его. Наше высшее призвание. Не идите к ним. Много раз в моей жизни я осознавал, я осознавал, что читая один из этих стражей, там замечательные слова, вдохновенные слова, но это не попадало в точку. Это не относилось ко мне в тот самый момент, через что я проходил. Я верю, что подобное испытывали все вы. вы проходите скорбь, вы обескуражены и чувствуете себя в безвыходном положении. И вы открываете страж наше высшее призвание. И оно говорит о сельской жизни. Хорошо ли жить в сельской местности? Должны ли мы читать о сельской жизни? Да, хорошо, но это не то, что вам нужно сейчас. Не знаю, как вы, но иногда, когда я голоден, мне нужно особое блюдо. Но я могу есть что-то другое, буду удовлетворен. Но эта пища не ко времени. Знаете почему? Потому что это не то, чего я хотел. Вам это понятно? Как мы можем попасть на то, что нам нужно? Как? Я говорил вам, идите к вашей библейской симфонии, к полной симфонии, и найдите слово, которое описывает вашу ситуацию. откройте это место, найдите те тексты, которые псалма сначала. Знаете почему? Все, через что мы проходим, псалмист может на это ссылаться, потому что он сам проходил через это. Скорбь, Давид проходил через нее. Тяжелая утрата, потеря детей, он проходил через это. Потеря работы, он потерял царство. что еще вам нужно? Преследование за то, что живете для Бога. Посмотрите на Давида и Саула. Через все это, друзья мои, Давид проходил, через все проходил. Начните с псалмов. Найдите это слово в псалмах. И первый текст может быть не тем, что вам нужен. Вы смотрите дальше, пока вы не скажете вот он. это похоже на приготовление пищи. кладете приправу и пробуете. И вы мне говорите, что каждый раз бросая приправу у вас удовлетворял вкус. Нет, вы добавляете еще. Вы идете к следующему псалму, к следующему, пока вы не скажете это тот текст, который мне подходит. Если это молитва, вы можете сделать ее вашей молитвой. Ой, я чувствую себя в безвыходном 41-й. Там сказано, почему унываешь ты, душа моя, почему ты обеспокоена во мне? Надейся на Бога, который есть помощь и здоровье лица моего. Эта молитва становится моей молитвой на тот момент. Если это обетование, вы претендуете на него. В этом тексте есть обетование. Он помощь и здоровье лица моего. Если это обетование, вы претендуете на него сейчас и претендуете на него до тех пор, пока не почувствуете себя сильным в Боге. Если стих содержит наставление, вы говорите Господь, дай мне силу выполнить это наставление. Каждый текст имеет одно или все три принципа обетование, наставление и молитва. И если нет ничего из этих трех, поставьте себя на место Петра в стихе, поставьте себя на место Давида в тексте, поместите себя в стих, само исследование, и это напитает вашу душу. И тогда, когда вы закончите, если у вас есть время, вы читаете, возвысьте его, взгляд ввысь, маранафа. Вам это понятно? Вот как вы питаете душу. Это опыт раннего дождя. И затем, когда приходит полдень, полдень, если вы хотите больше силы, позвольте мне вам сказать, когда вы отдали ваше бремя Богу утром, дьявол будет его вам опять навешивать. Мысль о той ситуации будет возвращаться. Что вы делаете? Идете к тем же текстам и опять получаете силу через них. Если такое животное, которое ест и продолжает есть то же самое, что делает корова? Пастор, ты называешь нас коровами. Это значит размышлять над тем, что давало вам силу. Когда вы подняли бремя, которое вам навесил сатана, отдайте его Иисусу. Если оно приходит с эмоциями, остановитесь, не унывайте, возвращайтесь к тексту или текстам и делайте то же самое. И отдавайте его Богу. И что будет? Вы будете освежены. Вот что значит освежение, друзья мои. Каждое утро. Хорошо. Псалом 50. Идем туда со мной. Закончили мы сегодня? Мы можем тратить так много времени на другое, но самое важное, мы только быстро пробуем и идем заниматься своими делами. Нет, это главное блюдо. Псалом 50 нашли, друзья мои? Посмотрите со мной, Псалом 50, стих 3. Я задам вам вопрос. Просмотрите 3 стих, что Давид хотел, чтобы Бог сделал для него. Ну же, что Давид хотел, чтобы Бог сделал для него? Изгладил его грех? Я хочу задать вам вопрос. Что Давид сказал в стихе 5? Что значит признать ваш грех? Это значит исповедовать. Поэтому, чтобы наши грехи были изглажены, что мы должны сначала сделать? Идем со мной к стиху 6. Против кого Давид согрешил? Разве он не согрешил против Урии? Но кому Давид говорит он согрешил прежде всего Богу? Давид увидел, что грехи причинили Богу. И это привело к печали о грехе. Вы видите это, друзья мои? Идем к стиху 11. О чем еще Давид молился? Ну же, скажите мне, чтобы все его грехи и беззакония были изглажены. И о чем Давид молился в стихе 12? Ну же, давайте все это прочитаем. Что он говорил, друзья? Сотвори во мне сердце чистое, о Боже, и дух правый обнови внутри меня. Посмотрите на стих 13 и 14 и скажите мне, видите ли вы здесь Дух Святой? Стих 13 говорит, не отверни меня от присутствия твоего, послушайте, и Духа Святого не отними от меня. Знаете, что я увидел? Те, кто были отвергнуты. Те, кто не получил Духа Божьего, что? Были отвергнуты. А те, кто получил дождь, приняты. О, вы пропустили это, вы пропустили. Не отвергни меня от присутствия твоего. Это значит изглажены. Те, чьи имена изглажены, они не получат кого? Духа позднего дождя. Но те, чьи грехи изглажены, что они получат? Дождь. Дух Святой. Вы видите это? Стих 14. Возврати мне радость спасения твоего и поддержи меня свободным духом твоим. Друзья, может ли Дух Святой поддержать нас? Поэтому мы не будем грешить снова. Вот об этом молился Давид. Служение исцеления. Какую книгу я назвал? Служение исцеления страница 182 говорит, друзья, это сильная цитата. Те, кому Христос простил больше, любят его больше. Остановимся здесь. Сколько вам Христос простил? Как вы его любите? Те, кому Христос простил больше, любят его больше. Это они в последний день ближе всех встанут к его престолу. Кто будет ближе всего к его престолу? Я не услышал вас всех. Кто будет стоять ближе всех к его престолу в последние дни? Те, кому Бог простил меньше, те, кому Бог простил больше. О, друзья, буду стоять где? ближе всех к его престолу. Почему? Потому что они любят его больше. Что сказано в стихе 15? Что говорит теперь Давид? Если ты дашь мне этот опыт, ну же, скажите мне, просмотрите стих 15, что мы должны делать, когда закончим это библейское изучение? Что мы должны делать, мой брат? Это время евангелизма. Ой, я не могу на этом останавливаться сейчас. Не могу останавливаться. Возлюбленные, если бы вы знали, каким длинным будет этот урок, вы бы сказали, пастор, мы не можем все это вместить. В Библии знаете ли вы, что освежение названо покоем? Вы знаете, что каждый раз, когда вы соглашаетесь со мной, я буду просить у вас текст Писания. Мы хотим освежения, освежения, освежение значит покой. Дайте мне текст, где сказано, что освежение покой это синонимы. Я жду. Если бы у меня не было так мало времени, то я бы допытался у вас текст. Друзья, идем к Исаии 28 главе. Я знал, что ты скажешь Еремея глава 20, я знал. Идем к Исаии 28 главе, возлюбленные. Я буду заканчивать на этом. Знаете ли вы, вот моя мысль, знаете ли вы, что каждую субботу вы можете получить меру освежения? Каждую субботу вы можете получить что? Вы можете получить меру позднего дождя. Прекрасно быть настоящим адвентистом седьмого дня. Влады и люди, не покидайте этого движения. Не покидайте этого движения. Идем к Исаии 28 главе. Будем заканчивать. Что мы открываем? Исаия, посмотрите на стих 12. Исаия 28 глава, посмотрите на стих 12. Здесь сказано, это что? Покой, которым вы можете дать утомленному отдохнуть. И это что? Освежение. Итак, как еще называется освежение в Исаии 28 главе стихе 12? Оно названо освежением. Являетесь ли вы все, ну нет, не все, но большинство из вас называют себя адвентистами седьмого дня. Называет ли большинство из вас себя соблюдающими субботу? Соблюдающую субботу. Поднимите руки, опустите. Какой текст в Писании говорит, что суббота это день покоя и освежения? Поднимите руки, брат. Исход. Идем со мной. В Исход из первой главы. Как соблюдающую субботу вы должны знать, что субботний день сегодня, седьмой день недели, суббота, Библия называет его покоем. И так же он называется освежением. О, друзья, это значит, послушайте меня, каждую неделю с воскресенья по пятницу, знаете ли вы, что мы должны испытывать с воскресенья по пятницу? Покаяние и обращение, чтобы когда приходит еженедельная суббота, мы могли почувствовать покой и освежение. И что есть освежение? Поздний дождь. Воскресенье, покаяние, обращение, это ранний дождь. Понедельник, то же самое. Кто-то может сказать, что я проповедую поклонение воскресенья. Понедельник, покаяние, обращение, это ранний дождь. Во вторник, то же самое. В среду, то же самое. В четверг, в пятницу, покаяние и самоисследование. Поэтому я трачу так много времени, чтобы показать, как иметь личное посвящение. В пятницу покайтесь и обратитесь, чтобы когда солнце зайдёт в пятницу, вы получили покой и что? Освежение. Вы получаете каплю меру чего? Позднего дождя. Я забью гвоздь в нужное место. И как вы готовитесь к еженедельной субботе, показывает, готовы ли вы ко второму пришествию Христа. И что мы должны испытать ко второму пришествию? Покаяние и обращение. Вам это понятно? Что мы открываем? Какой текст, мой брат? Исход главу 31. Идём к стиху 15. Моё время вышло. Что мы открываем, друзья мои? Завтра во время программы «Сила в полдень» или, может быть, сегодня вечером я дам вам вторую часть. Посмотрим на стих 15. Вы нашли? Можете ли вы просмотреть стих 15? Как названа суббота в стихе 15? Скажите мне. Покоем. Хорошо. Идём в стих 17. Как названа суббота в стихе 17? Такими двумя словами. Покоем и чем ещё? Освежением. Вот так. Минутку. Не только для евреев, но также и для чужих, кто не по рождению еврей. Запишите исход глава 23 и стих 12. Чужой тоже должен был чтить седьмой день субботний и получать покой и освежение. Наступило время для активного и эффективного евангелизма. Посмотрите на экран, так как я заканчиваю. Посмотрите на это. Я мог бы продолжать и продолжать, но я не буду делать это. Я останавливаюсь здесь. Здесь сказано том 6, 356 страница. Перед началом субботы ум и тело нужно освободить от мирских забот. Бог поставил свою субботу в конце рабочей недели. С какой целью? Чтобы люди могли остановиться и поразмышлять. Самоисследование. Над тем, чего они достигли за 6 дней. В чём? В приготовлении к чистому царству, в которое не допускаются кто? Нарушители закона Божьего. Поэтому от воскресения до захода в пятницу покаяние и обращение — это то, что мы должны все испытывать. Чтобы когда наступит суббота с заходом солнца, мы могли успокоиться и получить что? Освежение. В меру позднего дождя. Чтобы когда придёт воскресный закон, мы приняли правильное решение и получили что? Полную силу позднего дождя. Великий ливень. Друзья мои, Ну как мы живём от воскресения до захода в пятницу? Вот в чём вопрос. Мы должны каждую субботу, красным шрифтом, мы должны каждую субботу оценивать своё духовное состояние, определяя, принесла нам минувшая неделя какие два слова? Духовную прибыль или убыток? Должен ли я это повторить, друзья? Запомните, покатитесь и обратитесь, чтобы вы могли получить освежение. Аминь. Каждую субботу это миниатюра освежения. И то, как я живу в воскресенье, понедельник, вторник, среду, четверг, и до захода в пятницу мы должны испытывать покаяние, личное посвящение, испытывать обращение. Господь, сегодня я избираю Твоей благодатью следовать за Тобой, а не за своими греховными желаниями. Не моя воля, но Твоя, да будет. Я показывал вам, как иметь личное посвящение. Я несколько минут назад давал вам это. Итак, чтобы когда наступит суббота, вы могли испытать освежение. Были вы освежены сегодня? Были вы освежены сегодня? Будете ли вы желать иметь опыт раннего дождя? Аминь. Аминь. Желаете ли вы сейчас, если жизнь будет сохранена на этой неделе, до следующей субботы, о чём вы будете просить Бога, чтобы Он вам дал? О каких двух вещах? о покаянии, о покаянии и о чём? Обращение. Аминь, сестра моя. Вы уловили? Аминь. Сколько тебе лет? Аминь. 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 Исследуйте каждое предложение, каждый абзац, и не останавливайтесь, пока не поймёте, что из покаяния. И вы испытаете покаяние. Вот печать, утверждение в истине интеллектуально и духовно, чтобы вас нельзя было поколебать сатанинскими искушениями. Сегодня я предложил вам жизнь или смерть. И я говорю вам, изберите жизнь для себя и своих детей. Сегодня небесный метеоролог предложил вам дождь или засуху. Дождь или засуху. Дождь или засуху. Что вы изберёте? Изберёте ли вы дождь, друзья мои? Изберёте ли вы дождь? Приближается крещение через несколько недель. Хотите ли вы быть крещёнными погружением в воду и духом? Приклоним колени со мной сейчас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твоё Слово. Небесный метеоролог сказал нам, что прогнозируется дождь. Будут ливни, благословения. Это обетование Божье. Будут времена освежения, посланные от Спасителя свыше. Спасибо за напоминание нам, что каждая неделя это время для освежения. Пусть мы будем жить с воскресенья по пятницу, испытывая покаяние и обращение. Ранний дождь, чтобы каждую субботу мы начали испытывать истинный покой, духовное освежение в приготовлении к полному излитию позднего дождя. Твой народ стоит на коленях. Пожалуйста, спаси нас, пожалуйста. У нас есть дети, которые не находятся в вере. Они отступили. Супруги, которые отступили. У нас есть родственники, которые отворачиваются от настоящей истины. Пожалуйста, пожалуйста. Каким бы путём они не спаслись, спаси их. Каким бы путём не пришлось спасти нас, спаси нас. Пусть сегодня будет открыта новая страница жизни в духовном хождении с тобой. Спасибо, Господь, за то, что ты показываешь нам, как иметь личное посвящение, как получать ежедневно духовное освежение. Не просто читать утренние стражи, но как питаться духовной пищей, которая относится к тому, через что мы проходим. И когда мы получим, пусть мы передадим другим. Мы благодарны за этот духовный хлеб из небесной пекарни. Спасибо за небесного метеоролога, посылавшего дождь в эту субботу. Спаси нас, мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.